дорогие друзья приветствую вас на канале sky artist у нас сегодня на связи по скайпу наш постоянный спикер андрей николаевич и сегодня вот такой непростой вопрос андрей николаевич добрый вечер добрый вечер владимир добрый вечер дорогие радиослушатели мы с вами ежедневно узнаем о все новых и новых санкциях а в связи с операцией проводимой нашими войсками на украине сми сообщают нам точку зрения президента байдена президента макрона других первых лиц и видных политиков но вот что думают простые граждане есть ли среди простых граждан европы понимание того что происходит андрей николаевич у вас много знакомых финляндии в германии в греции вы с ними постоянно общаетесь скажите если понимание вот в среде так скажем простых людей что происходит если хоть какое-то сочувствие российской позиции или все так как нам показывают вот в сми полная поддержка украины полное неприятие российских действий вопрос крайне непростой владимир если говорить крайне упрощенно то да почти все так как показывают вам сми если понимание в общем и целом понимания нет его и не может быть я сейчас попробую объяснить почему во первых российские так сказать средства массовой информации они сейчас как вы знаете практически блокирована все усилия которые многолетние в том числе и финансовые которые были вложены во всякого рода раша тудей и подобные телеканал и они ничего не дали то есть именно сейчас их просто заблокировали именно отсутствие альтернативной российской точки зрения именно вот этого не достает сейчас западному зрителю ну разумеется они как раз нужны были именно для того чтобы в тот самый в нужный день я так понимаю сказать то чего как бы не хватает заполнить эту самую нишу в информационном пространстве я прекрасно помню когда простите за выражение дербанили югославию 999 году вот была ведь та же самая картина практически ни одно из более менее объективных сообщений из белграда ни точка зрения белграда не не попадали в европейское информационное пространство да тогда не было интернета в таком массовом я имею ввиду масштабе но тем менее было тоже самое рассчитывали ли люди в москве когда начинали эту операцию на подобного рода исход я не знаю и тут нужно сказать вообще кто за последние скажем так 30 лет вообще поддерживал российскую федерацию как ни странно на стороне россии всегда выступали левые силы и также коммунисты даже сейчас если вы посмотрите на список стран которые непосредственно поддержали россию в организации объединенных наций вы знаете что на днях была такая дискуссия по этому поводу вот вы увидите например так называемые страны маргиналы типа северокорейская северной кореи или корейской народно-демократической республики почему они поддерживали россию они поддерживали конечно же не россию они поддерживали советский союз они видят в современной россии пусть или видели до недавних пор пусть бледную пусть еле узнаваемую но какую-то копию советского союза той самой страны которая принесла им свое время надежду это очень верно относятся и к европейским левом это еще более верно по отношению например к латиноамериканцам до сих пор ведь в латинской америке детей называют володя в честь владимира ильича ленина вот и этого у них не отнять русский язык сохраняет статус международного языка международного общения какого он был во времена нашей юности и детства именно благодаря коммунистам совещание европейских коммунистических рабочих партий которые ведет компартия греции эта организация ее языком общение является греческий английский и русский заявление коммунистической партии венгрии которые мы сейчас предоставили которые вам предоставлял владимир сегодня на русском языке без переводчиков да действительно действительно вот мы видим поддержку значит от получается венгерских коммунистов дальше президент сербии высказался положительном ключе и полностью поддержал российскую политику и еще ходили так скажем видео я правда не уверен что они сделаны вот именно сейчас неких акций в поддержку на россии в италии то кто еще хоть хоть слова в поддержку высказал существует заявление форма коммунистических рабочих партий европы которого присоединилась еще ряд партий примерно 38 коммунистических партий примерно 37 международных молодежных организаций поддержку российской федерации мы его дадим тоже это дополнительно к заявлением венгерских коммунистов разумеется это дополнительно это общее заявление вот но я бы не сказал что она так уж комплементарно к российской федерации в этом заявлении прекрасно вскрыта сущность современного украинского фашизма прекрасно показано то к чему украина шла последние 30 лет а вовсе не 8 лет сейчас иногда принято говорить просто в 2014 году когда произошел так называемый майдан последний там у них это уже раковая болезнь вступила так сказать свою последнюю стадию в терминально 30 лет 30 лет там заботливо осени не раньше выращивался вот этот вот самый грибок скажем так грибок понятно что украина оказалась передовым скажем так передовым отрядом или такой как число не модно принято говорить проектом анти россия а вот понятно что ситуация оказалась совершенно стратегически неприемлемая для российской федерации вступление в россию вступление украины в нато означало для нее практически катастрофу россия не в состоянии держать такого рода границу с враждебным государством это все было понятно понимание этого так или иначе если говорить вообще не о левых а вообще о средствах массовой информации так или иначе кое-где это проскакивает андрей николаевич а что написано скажите кратко нам расскажите вот содержание вот этого на обращение как вы назвали союз коммунистических партий совещание коммунистических и рабочих партий европы об его же еще не перевели на русский язык пожалуйста переведите нам хотя бы должно появиться на русском языке но сейчас есть только английская версия там идет анализ ситуации украине то что на украине простите о том что там происходило последние 30 лет скрыта сущность агрессивная сущность так сказать продвижения нато на восток в то же время сказано что заявление руководителя россии относительно владимир ильича ленина его оценка роли советского союза так сказать в этом вопросе совершенно неприемлемо но левые сейчас в меньшинстве я так понимаю в европе ну по крайней мере их голос он как-то слышен он я не знаю мы его не видим не слышим это какие-то кажется какие-то вкрапления какое-то исключение из правил а как вы оцениваете вот левое движение насколько оно сильно конечно она сильно деморализована после 91 года но я еще раз повторюсь не было у российской федерации более верного друга чем коммунисты конечно как ни странно до капиталистическая россия значит единственно кто ее понимает коммунисты европы греции и других стран да как ни странно существует некоторая поддержка из других флангов у российской федерации скажем так со стороны правых но я бы не назвал это поддержкой некий прагматический взгляд на эти вещи не например понимание то что понимание скорее прагматический взгляд например стоит ли нам из-за этой украины ссориться и покупать сейчас там в германии страшные проблемы с газом например данный момент это критика она не столько в поддержку путина сколько критиков против существующего правительства то есть такая критика иногда звучит от членов такой на правой партии альтернатив фиртой член или афд которая присутствует германском парламенте существует существует другая прагматическая поддержка существует например со стороны сербии какой-то степени но это скорее морального рода поддержка у сербов вы простите так совершенно понятно почему и к тому же давайте не будем забывать что у сербов своя головная боль называется накосовые метухи то есть хотя не отчасти понимают эту ситуацию но я бы не обращался на этот счет очень сильно и поддержка это имеет скорее чисто такой моральных а моральный характер да что если что сербия может сербия-то аутсайдер европы андрей николаевич я правильно понял что вот эти голоса они принципе по большому счету сейчас в европе ты и не слышны да что там говорят эти левые да да что там говорит коммунистическая партия то есть в целом сейчас больше бросается в глаза это вот все-таки русофобия и поддержка украины я слышал что во многих городах вывешиваются украинские флаги в поддержку иллюминация световая именно желто-блокитная в поддержку украины присутствует во многих ресторанах русских не пускают отказываться обслуживать и вот что я хотел заметить ведь вся эта русофобия сейчас она легла на подготовленную почву ведь почва была готова ведь европейцы и американцы готовы верить и готовы услышать что русский это агрессор русский это злодей здесь как раз на мы видим переписывание истории для чего оно нужно ведь вот эта почва подготовлена она подготовлена в том числе русскими историками сейчас на поверхности такие телеканалы как дождь эхо москвы и вот эти вот говорящие головы это лишь вершина айсберга а эта вершина опирается на некую базу поздно для того чтобы заявить нечто такое что вот мы должны каяться и в чем-то там извиняться и плакать и посыпать голову пеплом он всегда опирается на какие-то исторические исследования поэтому вот эта вся русофобия которую мы видим сейчас ежедневно в том же самом youtube и слышим по радио это как бы один уровень но есть более глубинный более глубинный уровень это именно исторические исследования зачастую фейковые исторические исследования либо полуправдивые исторические исследования то есть работы историков как на которых они должны опираться на которых они должны ссылаться тот же самый александр исаевич солженицын и для того чтобы заявить о том что коммунистический режим уничтожил наши в нашей стране 40 миллионов ему нужно было на кого-то сослаться и он ссылался на какого-то там профессора не помню попов не попов вот андрей кошки кошки никого что-то в этом роде на самом деле это псевдоним никто даже не проверил кто этот профессор этот профессор оказывается работал на геббельса в министерстве пропаганды третьего рейха и сочинял вот эти вот агитки которые вот расклеивали на оккупированных территориях распространяли значит среди военнопленных и сбрасывали в том числе самолетов вот вот это все сочинял вот этот вот профессор на которого ссылался александр исаевич солженицын поэтому всем вот этим вот пропагандистам им нужен скажем фундаментальный уровень пропаганды а это история поэтому вот эти все вбросы исторические соотношение потерь десять к одному или даже двадцать к одному вот это все делается по заказу именно для того чтобы потом пропагандистам было на кого сослаться сейчас войны выигрываются в интернете войны это картинки что касается истории мы с вами неоднократно в наших беседах говорили о том что не бывает политически нейтральной истории возвращаясь к тому же ленину давайте вспомним цитату о том что политика это не история эта политика обращенная в прошлое нас это постоянно настигает когда нас 80-е годы это я помню прекрасно да и вы наверняка начали пичкать поисками исторической правды нам стали рассказывать историческую правду и били они именно по различным периодам истории это продолжается и поныне сначала перестройку били сталиным по ленину это называлось возвращением к ленинским нормам потом стали бить лениным по сталину потом стали пить хрущевом поставлены потом стали нам по хрущеву и вот это вот карусель бесконечное изыскание она продолжается но почему вы забыли про хардмана всевозможных ведь они выплыли именно в это время когда нас стали убеждать что победа то она была вовсе не победой а по выражению писатель оставьте его за заваливанием противника трупами и так далее вот мы сейчас имеем дело совсем эти всем этими историческими изысканиями и очень символично получилось то что мы с вами наш последнюю беседу записали насчет свастики и сколько было комментариев а ведь вышел наш ролик 23 как раз за день до начала начала спецопераций андрей николаевич я очень был удивлен сколько защитников у этой свастики нашлось в нашей стране но стране которая потеряла но по разным оценкам но пусть будет там по земскову 16 с половиной миллионов человек убитыми за войну по всем причинам по современным оценкам и 20 и 27 миллионов тут уже про 40 говорит на это конечно и в этой стране находится столько адвокатов у свастики которые начинают утверждать что это безобидный символ только вот гитлер на него немножко грязи полил совершенно верно и обратите внимание вторая часть комментариев сводилась к тому что мы с вами не тем занимаемся что вы к привязались так этой свастики кстати свастики обязательно посмотрите это очень интересное видео ссылка вот здесь вот верху андрей николаевич я немного не договорил чтобы закончить свою мысль значит сначала русские историки проводят исследования выкладывают свои предположения затем пишутся статьи возможно книги затем сценарий к фильмам вот так было с фильмом вайды польского режиссера о коты не вот потом этот фильм значит выходит на экране а потом появляется ненависть польского народа к русскому народу а ведь всего лишь а вот изложенное все в этом фильме это всего лишь взгляд конкретного режиссера а пропаганда устроена таким образом что вот фильм картинка делает просто версию чем-то нечто осязаемым реальным и вот уже половина польши вся польша верит что это русские расстреляли польских военнопленных а не немцы этот взгляд вайды это просто взгляд вайды это его мнение а если начинаешь разбираться то оказывается что это все как бы ну немножко натянута получается как сова на глобус андрей николаевич да да совершенно верно но дело в том что я тут не соглашусь это не в обиде это совершенно проплаченный медиапроект под это выделялись понимаете кино это слишком дорогое хобби чтобы снимать фильмы просто для того чтобы выразить свое мнение это сказать существует так называемый продюсер то чего не было в советском кинематографе советском кино не было такой фигуры как продюсер был худсовет худсовет одобрил сценарий и фильм снимается на западе же нет западе существует из линейный продюсер который собственно говоря ответственный за финансирование и это чуть гораздо более более важные на площадке чем режиссер кто оплачивал так сказать вот эти потуги анталантливого кстати режиссера анджио вайда я не знаю то догадаться мы с вами можем вот конце концов все это необходимо для того чтобы доказать польскому народу о том что те так сказать преобразования которые прошли в 90-е годы в польше были не зря польский режиссер вайда ссылался на материалы русских историков и в том числе на признание госдума признала как это случилось что это за депутаты которые понять этого не могут вот вы мне объясните неужели всем депутатам там про башляли или они просто поверили вот было же вот это вот на этот момент когда мы всякую ложь воспринимали как какую-то суровую правду какие-то откровения правильно совершенно верно ну я это помню прекрасно как это было было такая межрегиональная депутатская группа одним из руководителей был и безызвестный анатолий как его не помню собчак который рассказывал кстати потом как русские солдаты рубили в грузии то лопаточками саперными беременных женщин вот они протащили я если честно даже представить себе не не могу как вот русский солдат лопаточкой беременную женщину это в каком воспаленном мозгу могло родиться будущего мэра санкт-петербурга анатолия собчака а ну понятно в кого у нас ксения анатольевна да ну ладно сейчас не об этом речь вы совершенно правильно сказали владимир все сводится к истории вот эта русофобия которая сейчас творится за рубежом вот это вот отношение к россии к нашим солдатам к нам с вами она базируется на признании нашими депутатами на взятие греха на душу пока ты не она вот этих вот фильмах где расстреливают в спину наших солдат за град отряды да возьми хоть зулиха где красноармее стреляет в ребенка вот на этом на всем вот из этого из всего слеплена русофобия которая сейчас творится вот на эту вот всю подготовительная работа вот эта вся проведена на эту всю почву сейчас все это легло и сейчас нам с вами никак вот очень трудно если кто-то нас поймет в европе это будет просто чудо потому что русскими руками русских режиссеров писателей историков сделано сотворена вот эта ситуация и исправлять ее не сможет ни канал россия 24 никакая передача соловьев и все остальные пропагандисты они не смогут в одиночку в одночасье и даже за месяц и за год ее изменить потому что эта работа производилась более 30 лет ну по сути там частично еще наверное в 60-е годы двадцатого века в 70-е в 90-е больше всего ну и конечно все до все двухтысячные поэтому если мы эту русофобию хотим прекратить то нужно начинать с историков с публицистов с наших режиссеров с учебников которые в конце концов в украине и в польше печатаются почему мы не можем поставить условия вот той же самой польши что извините мы не хотим покупать ваши товары пока вы вот эту русофобию свою не доказанную а так скажем в большой степени надутую вставляете внедряете в ваши фильме книги и учебники пожалуйста вот сначала искорените вот это сделайте там хотя бы видимость какого-то взвешенного подхода потом мы разблокируем вот свои санкции по отношению к вашим товарам почему мы покупаем у украины продаем им делаем скидки и не можем попросить их что извините а у вас в учебнике то что написано вот тот же самый голодомор но это извините но несчастье которое случилось с которым боролся русский и украинский народ совместно где коммунисты ездили значит собирали деньги голову на плаху клали чтобы победить это несчастье которое сейчас раздулось до извините меня уровня что русские буквально там специально геноцид устроили против украинцев когда вот это количество жертв раздувается до невероятных величины когда умершие от тифа люди вот захоронения находят выдаются за буквально специально убитых голодом украинцев вот это неужели это не видно было почему с этим не боролись и вот андрей николаевич я вас перебил но я понял к чему вы идете сейчас вы нам расскажете вот та операция которая идет де милитаризацию относительно легко можно сделать демилитаризовать временно украину могут но после того как они выйдут это милитаризация может быть восстановлена очень быстро и и поэтому без деноцификации никак не обойтись а вот с этим уже извините меня сложно людям 30 лет вот эту пропаганду транслировали выросло уже одно-два сколько поколений детей уже повзрослели на этой пропаганде и сейчас им говорить что-то другое да они не поверят даже если от населения 20 или 10 процентов нацистов останется в украине но это будет пассионарии то есть активные агрессивные деятельные личности то достаточно будет даже наверное 1 2 процентов от населения всей страны чтобы они сделали революцию и насаждали свою волю всему остальному большинству ведь так и происходит глупо думать что большинство делают революции иногда перевороты и революции делает меньшинство но заряженная мотивированная и агрессивная андрей николаевич совершенно верно совершенно верно 2 до 5 процентов будет достаточно для того чтобы повернуть общество в любую сторону это вот те самые хоть это не антинаучный термин но вполне уместность здесь пассионарии по выражению гумилева да и самое главное что действительно они смогут победить я не сомневаюсь в том что армия российской федерации несмотря на все эти реформы и прочее способна решить эту задачу она способна даже занять всю территорию украины да я не совсем понимаю что они имеют ввиду под деноцификации деноцификации в том смысле как сорок пятом году иллюстрация всех кто имел отношения допустим к нынешним политическим партиям на украине но мне кажется это совершеннейшим абсурдом деноцификация эта вещь которая должна проходить в душах а вот с этим уже сложно что российская федерация хочет предложить и взамен мы говорили сейчас о символах я все-таки настаиваю мы вернемся к этому потому что нам рассказывать свастика это символ счастья что оставьте ее в покое теперь любое выступление я эти дни как и все конечно мониторил украинские телеканалы благоразумею я украинскую мову дюжи добра и заметил я вот что что каждое выступление любого человека от мала до велика женщин детей солдат и даже так называемого президента так называемой украины заканчивается выражением слава украине иногда к этому прибавляют героем слава и более того несколько дней назад свое выступление в палате общин премьер-министр великобритании борис джонсон закончил именно по украински слава украине а что же это такое это лозунг тех самых бандеровцев и нам сейчас обязательно прибегут те самые пресловутые цифровые бабуины и скажет что вы привязались это просто слова у нас слово слава это хорошее русское слово украина это название страны вроде бы как сочетание невинное но это словосочетание запятнана годы великой отечественной войны вот теми нацистами которые жгли белорусские села которые подавляли и уничтожали всех несогласных внутри украины не зависимости от национальности и русских и украинцев не разделяешь взгляды заслуживаешь смерти особенно особенно если еще и добавочка в виде отклика героем слава нам будут кричать следующее что степан бандера вообще с красной армии никогда не воевал степан бандера воевал с поляками он по перед войной сидел пожизненный срок за убийство польского министра внутренних дел это правда потом выйдя из таскать тюрьмы я уж не помню какими там судьбами он оказался в распоряжении абвера но потом они устроили немного самочинства вот еще не дожидаясь разрешения из берлин они попытались организовать самостоятельно украинскую державу городе ленберге он же львов а вот за что хозяева его взгрели и посадили в концлагерь это не значит что в концлагере он ходил в полосатой форме и я вот эту самую баланду андрей николаевич я предлагаю вот эту тему сейчас не касаться она неприятная не мне не вам я думаю не нашему зрителю давайте все-таки подытожим то есть вот это вот слава украине это такой же символ как свастика и по сути мало чем отличается я так понимаю что от хай гитлер то я бы сказал зиг хайл зиг хайл два безобидных немецких слова понятно ассоциируется слова хай хайл есть и в английском это просто приветствие а вместе понимаете что я хочу вот на что обратить внимание нашего зрителя том что наши войска ведут праведную войну в этом в нашей стране я думаю что но процентов 60 не сомневается в том что у них есть силы выполнить военную часть миссии то тоже есть надежда что они с этим справятся что они это осилит но вот то что произойдет деноцификация украины в душах украинцев вот с этим у нас с вами есть большие сомнения я прав абсолютно в этом есть сомнения и более того я осмелюсь сказать что в рамках существующей системы это невыполнимо потому что в принципе пока что российской федерации нечего предложить украинцам есть историческая задача это историческая задача это некая сверх задача которая может быть над нами стоять мы будем всячески уклоняться это ее выполнение нас нас будет возвращать это историческая задача возвращения союзного государства возвращение советского союза я кстати думаю что в двадцатом году понимание того что в буржуи вас не возьмут наконец возникла в белоруссии у батьки лукашенко и кажется в этом году он это понял окончательно вот посмотрим никакая нейтральная украина то есть возврат к статусу кво 2014 года с аморфной властью и вялотекущим фашизмом невозможно все этот этап уже пройден может быть либо украина в составе единого союзного государства либо рано или поздно это будет опять враждебное антирусское образование ну вот друзья не пишите пожалуйста что вот мы пессимисты и что мы желаем там кому-то проигрыша нет мы очень надеемся что случится чудо и все закончится хорошо для всех для всех и для русского народа для украинского народа что операция и те жертвы которые сейчас приносятся что вот они будут не зря но тем не менее мы пока не видим как это будет и как это возможно вот по той причине что 30 лет промывки мозгов причем по обе стороны границы это не надо не надо думать что мы русские тут понимаете с здоровой психикой все нам тоже здорово промывали и промывают мозги так вот сомнения ради чего и чем это все закончится и закончится ли это хорошо и на чем основывается оптимизм тех кто вещает на страну этот оптимизм вот в этом есть сомнения полностью присоединяюсь к последним словам друзья спасибо что вы нас смотрели ваши мысли пишите в комментариях поддержите это видео с вами были андрей николаевич советский историк и я владимир потапов до скорых встреч